Пройдя третью ступень, находясь в школе, агрессия, ссоры, сплетни возвращаются вновь и вновь. Насколько это опасно? Не справляюсь с эмоциями, может пока не стоит вообще заниматься практиками, чтобы не навредить себе и детям, хотя члены семьи тоже ученики школы. Наверное, я вам ответил на этот вопрос. Я вам ответил на вопрос того, в чем вы находитесь. Вы просто ищете зло, проявляете зло. Когда вам плохо и вы хотите хамить, злиться, то сознанием своим пытайтесь это перебороть в себе, старайтесь. А если вы уже это сделали, то извинитесь перед человеком, скажите «извини меня, я не могу удерживаться» и попросите того человека, который рядом, помочь вам в этом. Скажите «когда ты будешь это видеть, не конфликтуй со мной, старайся быть более теплым, я в этот момент сама не своя, я ничего не могу с собой сделать». Ну, видимо, вот такое происходит. Скажите для себя «мой путь – это путь добра, я добрый-добрый человек, мой Бог, я служу доброму-доброму Богу». И старайтесь понимать, что наш путь людей света, наш путь – это путь, в котором мы не хотим зла, и наш путь – это путь, в котором мы не хотим чужой боли, мы не хотим кого-то грызть, мы не хотим писать кому-то гадости. Мы за тот мир, в котором может быть изменение, и оно невозможно до того момента, пока все раздражаются, ненавидят друг друга, бесятся и так далее. Это путь такой, который вас все время сдвигает вниз, и вы, сами того не понимая, начинаете служить темным силам.